11.06 столицы. Действительно, эта программа на своем поле. Доброе утро тем, кто решил это утро провести в спортивном режиме. Признаюсь честно, что этого дня я ждала достаточно давно. Во-первых, потому что чемпионат Европы и женский, и мужской принес нам победу. Во-вторых, и это самое главное, у меня есть возможность пообщаться с людьми, которые компетентно, наверное, мы попытаемся сегодня понять, почему это произошло. И это тот случай, когда приходится говорить о победах, когда радостно это обсуждать. Целый волейбольный круглый стол у нас тут сегодня собрался. В гостях Александр Еременко, генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола. Александр, доброе утро. Доброе утро. Тарас Тимошенко, комментатор телекомпании ВГТРК, наверное, главный, на мой взгляд, волейбольный журналист, потому что помню как раз именно Тараса человеком, который говорил о волейболе и его показывал. Я не комментировал чемпионат Европы, на всякий случай. Ну ладно, пусть будет. Но волейбол России была, программа, которую с удовольствием все смотрели. И Александр Аксенов, редактор отдела волейбола, сайта чемпионат.com. Александр, доброе утро, Иван. Доброе утро. Я, во-первых, конечно, всех нас, волейбольных людей, поздравляю, потому что действительно мы ждали этого давно. От мужчин победы на чемпионате Европы мы ожидали, но, к сожалению, ранее такого у нас не было в активе трофея. Это было только у сборной СССР, теперь и россияне порадовали нас этой прекрасной победой. Но вот Александр Еременко как-то очень грустно смотрит. Вы чем-то недовольны, Александр? Или чего-то, может быть, большего ожидали? Может быть, гораздо более уверенной игры, например, в финальном матче? Да нет, я абсолютно доволен. Смотрю, я очень доволен, никакой грусти у меня нет. Я очень рад за наши сборные команды, и за женскую, и за мужскую. Я так немного задумался о том, что от мужской сборной победы ждали, но на самом деле наши девочки тоже свою победу заслужили, и девушки у нас относительно своих соперников ничуть не слабее стоят в мире, чем мужчины. Знаете, вот сегодняшний разговор хочу построить по одному принципу. Когда мы обсуждали чемпионаты Европы и баскетбольный мужской и женский, мы говорили о том, что вот у нас команда сильно обновилась, у нас пришли новые тренеры, у нас там вопросы с иностранными или с какими-то там своими специалистами. В общем, наши две волейбольные команды были примерно в том же самом состоянии, в том же самом положении. Новые тренеры, которые приняли команду вот только-только с полужару, у нас были те же самые практически на 90% обновленные составы, но наши выстрели волейболисты, в отличие от баскетболистов. Давайте баскетбол оставим, что называется, позади, поймем, где мы... В покое. В покое, да, пусть они покоятся пока с миром. Давайте поймем, что нам позволило. То ли это хороший тренерский подбор, то ли это хорошая команда, то ли это все вместе. Вот творцы успеха кто, Александр? Давайте с вас начнем. Ну, я, наверное, начну с того, что скажу, что, в принципе, наверное, в начале сезона сборных в любом случае очень осторожно рассуждали о перспективах и тоже говорили о том, что вот смена поколений и даже если какие-то осечки произойдут, ничего страшного. Это постолимпийский год, морально надо быть к этому готовы. Если разбирать уже в частностях конкретный чемпионат Европы и женский и мужской, то, если говорить о женском, то это, безусловно, конечно же, успех девушек, но это и такой грандиозный успех Юрия Маричева, который, как мне кажется, такой вот новый вектор в женском волейболе, что называется, открыл, такое направление придал. И, в общем, для многих соперников на чемпионате Европы это стало, конечно, неожиданностью. Если говорить о мужской команде, то, наверное, самое главное, что здесь сыграло, это олимпийская победа прошлогодняя. Я думаю, что все просто поверили, что наши мужчины, наши парни после вот этого олимпийского успеха, что бы ни происходило, новый тренер, новый состав уже настолько уверены, настолько сильны, что могут чемпионат Европы выиграть. Но от того олимпийского состава остался Мусырский великолепный, остался Михайлов, который из-за травмы, в общем, большую часть времени присидел на скамейке запасных. Гранкин остался, это связывается, здесь команда связующая, это очень важный игрок. Потом Мусырский, Апаликов, 5 человек, оба центральных блокирующих стартового состава. Единственное, что из пяти, два человека на скамейке запасных, поэтому состав, в принципе, был обновленный, это правда. Ну, Ильинок-то в то же время два раза на замену удачно вышел и в ключевых матчах выходил на замену и очень существенный вклад внес. Но в концовке он действительно был хорош в финальном матче. В четвертьфинале с французами даже, наверное, в большей степени, там, больший отрезок провел. Я не знаю, Александр, наверное, это к вам вопрос, но очень неоднозначно у волейбольной общественности вызывает игрок по имени Алексей Спиридонов. Что он делает в сборной? Вот это единственный личностный вопрос, который я бы хотела задать. А почему он не должен находиться в сборной, если он как игрок этого достоин? И он это доказал на протяжении двух турниров, и Мировой лига, и Чемпионат Европы. Если оценивать его не с точки зрения эмоциональной, а с точки зрения технической, то это игрок, который дает определенную стабильность в приеме, который необходима команде. И качество атаки, добивая мячи до пола, те, которые кто-то должен добивать именно в такой ситуации. Конечно, команда обновилась сильно, потому что обновился не только состав, но и стиль игры. Пришлось с новыми игроками делать ставку тренеру на другие элементы, не просто на силовую атаку, как это было у нас в России, в Советском Союзе традиционно, а на организацию общей игры, на то, чтобы каждый мяч, который мы получаем, каждый шанс воплощался в какой-то плюс, двойной плюс или одинарный, неважно. Вы можете заметить, как изменилась игра нашей сборной в защите. Чтобы использовать того же Мусерского в атаке, нужен отличный прием. И этот прием нам обеспечили выше, чем обычно у российской команды Сиважелес и Спиридон. Зато Сиважелес в последнем матче сколько подач не подал? Я не знаю, сколько подач не подал Сиважелес. В принципе, его подача была во многом залогом нашего успеха прийти к этому финалу. Если в финале хватило кого-то другого на подачу, а Сиважелес подача не пошла, ну, я думаю, что это не главная вещь, которую мы должны обсуждать. Чье было решение вернуть Вербова в сборную? Потому что, когда мы последний раз с Алексеем общались, он при Олеге еще, да, он, в общем, как-то так очень аккуратно, но тем не менее, высказывал свое недоумение и расстройство, о том, что его не позвали. Теперь он есть и, в общем, получил приз лучшего либера, это вполне заслуженно. Вербов, Алексей Вербов отыграл этот чемпионат на 10 баллов. С самого первой игры до последней он был, наверное, единственным игроком, который очень стабильно проводил это соревнование. То есть, в принципе, у каждого игрока на этом турнире были какие-то подъемы-спады, а Вербов, наверное, стал той точкой, вокруг которой вся команда начала концентрироваться и поднимать свой уровень игры и вышла на стабильный уровень. Наверное, он и Коля Паликова я бы назвал, который с самого первого мяча, даже в той проигранной игре с немцами, к ним претензий никаких не было. Тарас, по вашему разумению, игра с немцами, в чем причина такого, мягко сказать, провала? Да, в общем, никто так толком и не ответил, просто ребята сами толком этого не знают. Ну вот так получилось, наверное, с какой-то точки зрения это было полезно. Но они, честно, признавали, что да, вот, как-то вышли, так провалились, получилось. Но потом здесь нужно еще отталкиваться от уровня игры соперника. В тот момент немцы, наверное, лучший волейбол на чемпионате Европы в целом продемонстрировали тогда. Вот, и с точки зрения какой-то стряски эмоциональной для команды это было полезно, потому что она все-таки, как ни крути, с эти несколько недель между Мировой Лигой и стартом чемпионата Европы в такой полублагостной атмосфере существовало, когда там находились люди, которые даже говорили, что там, кому вообще выигрывать чемпионат Европы, кроме как вам. Вот, и с этой точки зрения, наверное, в стартовом матче было вполне полезно получить вот так вот по ушам немножко для страстки. Потом в дальнейшем где мы, а где немцы? Они остались в четвертьфинале, а мы чемпионы Европы. А нужно сказать Воронкову спасибо за то, что команда собралась после этого поражения, не раскисла, а вдруг начала показывать гораздо более высокий уровень в любом игре. У нас еще просто следом такой удобный очень для того, чтобы восстановиться, привести себя в порядок матч был со сборной Чехии, наверное, самая слабая команда в этой группе. Можно было отдохнуть немножко в этот момент, прийти в себя. Возвращаемся в студию. Наш телефон 65 10 99 6, код города 495. Вы можете оставлять свои комментарии на сайте программы Финам.фм, на сайте нашем, и страничка программы на своем поле. Сегодня мы говорим о триумфе российского волейбола на чемпионате Европы и женскому мужскому. Александр Еременко, генеральный секретарь Всероссийской Федерации. По виду спорта Тарас Тимошенко, волейбольный журналист, буду так вас Тарас называть, и Александр Аксенов, редактор отдела волейбол чемпионат Ком. У меня, наверное, очень хочется от вас услышать личные ощущения и впечатления от этого чемпионата. Понятно, что есть какие-то подобные приятные у всех схожие эмоции, когда наши выиграют, когда ты этого ждешь. Но есть, наверное, что-то особенное, что запоминается. Вот в том же порядке. Александр, давайте с вас начнем. Что запомнилось? Ну, если говорить о эмоциях, то, опять же, вернусь в прошлый год. И Олимпийская победа, это был такой каскад эмоций невероятный. Честно говоря, после этого, по-моему, несколько дней отходили не только игроки, не только руководство Федерации, но и все те, кто там присутствовал, кто видел это воочию. А вот если говорить об этом сезоне, то я даже с игроками разговаривал с той же Татьяной Кошевой после женского чемпионата Европы. Я говорю, Таня, ну вот честно говоря, вот вы наблюдали за всеми вашими матчами вживую, и за финалом выиграли, и как-то все спокойно, как, ну да, вот должны были, не то, чтобы должны были бы, а вот было очевидно именно по ходу этих первенств, что наши команды, как минимум, в финале должны быть. Вот было очевидно, что по игре они многих превосходят. Поэтому вот такой яркости именно в эмоциональной, почему-то у меня вот не случилось, не знаю, чем это связано. Может быть, потому что понимал, что все это очень возможно, и мы близки к этому. Вот я с этой эмоциональной стороны. Даже после нескольких проваленных и у мужчин, и у женщин матчей, и нескольких достаточно странных партий в финале. Ну, я бы не сказал, что было несколько провальных матчей. У девушек вообще их, в принципе, не было. Было нормальное вхождение в турнир, и даже там всего пару сетов отдали за чемпионат Европы. А если говорить о мужчинах, о мужском чемпионате Европы, вот Тарас опять же сказал уже, ну, проиграли и проиграли немцам. Где в итоге мы, а где немцы? Это самое важное. Ну, оценивают по дистанции. Александр, а ваши впечатления от европейского первенства? Ну, мне запомнились две вещи. На женском чемпионате Европы, когда начиналась трансляция финального матча, после того, как наши девушки выиграли в прекрасной манере и четвертьфинал, и полуфинал, и, кстати, эти две игры уже давали не то, что там впечатление, а достаточно уверенность, что наша команда достойна стоять на высшей ступеньке пьедестала. И вот за несколько секунд до начала матча крупные планы игроков и тренеров, последняя процедура, такие формальности, представление составов и так далее, тренеров. Мне запомнился тренер немецкой сборной, который выглядел не то, что неуверенным. Он придавал себе уверенный вид, приветствовал своих помощников, потерялся где-то там, не нашел того статистика, которого хотел обнять. Я помню, что в этот момент мне пришла мысль, дружище, а ты не веришь, что ты можешь выиграть свой домашний чемпионат. И эта мысль, так сказать, она оказалась верной. Вот это я запомнил с точки зрения эмоциональной в женском чемпионате. А в мужском? В мужском. Мне запомнился момент, я про себя говорю, да, несмотря на то, что мы все болеем и ждем ошибки соперника, и радуемся ей, и мы хотим, чтобы наша команда все получала в сопернике, ничего не получалось. Но после первой партии, в начале второй, где-то ближе к середине, или там при счете 8-8, или чуть дальше 9-9, случилось два игровых эпизода. Я поймался на мысли, что приятно смотреть этот волейбол. И с одной, и с другой стороны. И итальянцы, чем они хороши? Тем, что они играют очень прагматично, выполняют все установки тренера, и с ними играть трудно именно поэтому, что они выжимают из эпизода все, несмотря на, может быть, там физическое превосходство других команд, таких как Болгария, допустим. А я в этот момент почувствовал радость от того, что я присутствую на таком волейболе, именно такого высочайшего уровня. И согласитесь, это просто чемпионат Европы. Многие же спортсмены позволяют себе, например, его пропускать и говорят, да ладно, мы к Олимпиаде будем готовиться. Я вам скажу, просто чемпионат Европы в волейболе говорить нельзя, потому что по сравнению с чемпионатом Европы, все остальные континентальные первенства просто игрушечные. Согласен. То есть Бразилия должна обыграть какую-то там Аргентину, чтобы стать чемпионом континента. Америка сыграет с Кубой, в Африке не будем говорить, и все, точка. Ну, в Азии там они друг с другом и конкурируют, но это все-таки не на том уровне, который нам бы был интересен. Выиграть чемпионат Европы — это равно выйти в финал чемпионата мира. Существует, да. Ну, в общем, да, у нас есть две путевки на чемпионат мира. Ну, не будем сравнивать впечатления. Я понимаю впечатления, но, если честно скажу, спортивное наполнение чемпионата Европы в волейболе не меньше, чем в Олимпийских игр. Мало, совсем мало проходных матчей практически нет. Ну, один по существу вот здесь там со сборной Чехии, да, со сборной Словакии, которая там была вполне играющая, судя по ее там выступлениям в группе с теми же французами, там, с поляками. Ну, на Олимпиаде можно налететь там на какой-нибудь Тунис там тоже. Больше может проходных матчей быть даже на Олимпиаде в итоге, чем на Европе. А расслабился, а потом собраться сложно, исходя из этой позиции. Нет, больше всего мне запомнилось, ну, как, я вот лично с особой нежностью и страстью, я бы даже сказал, поздравил Лешу Вербова с его этим личным успехом, потому что, ну, Леша первый раз в сборную еще в 2004 году попала, у него есть разные личные титулы уже, вплоть до того, что он был лучшим Либера чемпионата мира в 2006 году, да, но еще ни разу не было такого, чтобы его личный титул сочетался и с командным результатом, потому что в шестом году мы остались, по-моему, на седьмом месте, когда он лучшим Либеру планеты Земля был. Шестое. 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 Итальянцы. На седьмом. На седьмом. Итальянцам проиграли. Мы играли за пятое место, проиграли и остались на шестом. Потом, не, потом еще играли с Японцами матч за седьмое место. Там вся эта пуля была расписана, все матчи нужно было играть. Ну, не суть, хорошо. Ладно. Шестые, седьмые, там одно и то же примерно. Да, принципиальный, конечно, спор. Сейчас вот впервые в жизни совпало у него все так, что он и чемпион, и при этом лучший игрок в своем амплуа. Вот у него вот все сошлось, вот звезды встали так, как надо, и я дико счастлив за него. Я очень попытаюсь сейчас попросить быстро набрать нашего продюсера Алексея Вербова. У нас есть такая возможность, Тарас, так что, если хотите, можете поздравить Алексея. Да, я все сказал. Да, с этой победой. Ну, собственно, из игроков, наверное, в мужском чемпионате понятны ваши предпочтения, и это действительно заслуженное. А что касается женщин, у кого здесь, на чьей стороне перевес ваш личный сны был? Ну, мне тут проще всего, конечно, назвать Татьяну Кошелеву и Екатерину Панкову, потому что в день прилета с чемпионата Европы они к нам в студию приходили на большой спорт. И поэтому, как говорится, с пылу, с жару я с ними поговорил. Мне очень понравилось то, что девчонки, ну, они как, как любые леди, они, конечно, хотели бы приехать куда-то на телевизионный эфир, разумеется, в платьях и на каблуках, но так получилось, что они были в спортивных костюмах, потом после перелета такие немножко помятые, им так вот как-то совершенно даже не хотелось туда идти, но после того, как их загримировали, им очень понравилось то, что они увидели в зеркале, у них даже настроение так улучшилось, и так все это неплохо эфир прошел, вот это мне понравилось. Ну, к слову, достаточно многих спортсменок иногда не узнаешь, когда их видишь уже при полном ряде и при параде, потому что привык к спортивной форме. Есть возможность у нас пообщаться с Алексеем Вербовым. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Мы вас приветствуем. У нас тут дружная волейбольная компания. Александр Еременко, Тарас Тимошенко и Александр Аксенов. Мы вас все дружно нашим волейбольным круглым столом еще раз поздравляем с победой на чемпионате Европы, с присуждением титула лучшего Либера, и, конечно, хотим услышать от вас каких-то комментариев, каких-то эмоций, потому что то, что мы видели на экране, мы это уже видели, вы молодцы. Вот уже это немножечко сейчас, наверное, все улеглось, все устаканилось, разложилось по полочкам. Что сейчас там в душе вашей происходит? Ну, сейчас чувство спокойности какое-то наступило, но с положительными эмоциями, конечно. Все-таки завтра уже все разлетаются по клубам, поэтому уже немножко переключаемся на опять обычную жизнь и готовимся к тренировке сегодня, например, поедем на тренировку. Так что, в общем-то, нельзя останавливаться на достигнутом, надо уже начинать опять работать над собой и готовиться к дальнейшим турнирам. А силы-то есть? Чувство счастья, конечно, присутствует. Да, силы есть для того, чтобы начинать чемпионат? Он длинный, он долгий. До побед еще очень далеко, вот до этих радостных эмоций. Или на том потенциале, который вы получили на европейском первенстве, можно и весь чемпионат также удачно и результативно провести? Ну, я думаю, золотые медали все-таки помогут нам не обращать внимания на усталость, на какие-то физические, может быть, некондиции. А что касается побед, ну, победа, она приходит с каждой игрой, да, чувство победы, чувство насыщенности. То есть, тут у нас 7-го числа полуфинал Кубка России, так же там будут игры и так же там будет хотеться выигрывать. Не важно, что это для спортсмена. Первая определенная вещь, чтобы к каждой игре относиться так, как ты относишься к финалу, допустим, чемпионата Европы. То есть, только тогда ты сможешь прогрессировать и чувствовать себя уверенно в любой из лидеров. Алексей, ну вот есть вопрос от моего коллеги Александра Аксенова с портала чемпионат.ком. Александр. Леш, привет, давно не виделись. Да, да. Да, вообще-то. Слушай, ну, главный вопрос, ты говорил, что медаль на особое место, самую высокую квартиру повесишь. Это куда? На потолок. Нет, сейчас пока она лежит на столе, вот я вчера собрал, скажем так, все то, что удалось за лето накопить и положил это на тарелочку. Мы знаем, на какую, да, и очень приятно видеть, что все-таки 4 месяца были потрачены не зря. И тем более, что касается меня, да, все-таки 7 лет ездил, играл, так же столько же сил было отдано, но нифига удавалось приезжать. С такими достижениями, и особенно золотыми медалями. Алексей, ну, по поводу ваших наград, вы никогда не пробовали взять их в одну руку все? У вас хватит рук или нужно еще просить родственников и вторую руку задействовать? Да, знаете, я как-то об этом не думал никогда. Я, конечно, попробую, может быть, по завершению карьеры. Но пока хочется еще попробовать чего-то найти и еще чего-то положить, повесить в шкаф или на самую высокую точку квартиры. Пусть у вас рук не хватает. Есть вопросы, наверное, поздравления от Александра Юременко для вас, Алексей. Алексей, привет. У меня вопрос к чемпиону. Скажи, ты бы кого-то хотел бы поблагодарить и сказать спасибо, отметить из игроков? Тебя мы уже тут хвалили, поэтому кого-нибудь ты похвали. Я бы хотел похвалить нашу команду, наверное, все-таки. Я не хотел бы кого-то лишнего делять. Я хотел бы соединить всех этих игроков в один кулак, потому что я отсутствовал в сборной какое-то время. И вот сейчас вернулся и почувствовал, что небольшие изменения произошли все-таки. Это в первую очередь обратило внимание на то, что люди, которые не участвуют в непосредственный момент в игре, то есть это такая скамейка запасных, туда приходить сейчас не то, что приятно, а туда хочется прибегать. Я туда приходил, мне давали такой заряд энергии, который я не получал никогда раньше. У людей просто горят глаза, они готовы выскочить в любой момент, они готовы помочь и на площадке это очень ощущается. Они обнимались каждое очко, которое брало наша сборная и поддерживали вас. Да, это бросалось в глаза. Такого раньше не было. Я думаю, что это один из показателей той команды, которая начала выигрывать сейчас золотые медали. Что-то поменялось и, слава богу, это произошло наконец-то. Я думаю, что теперь мы будем только двигаться вперед. Если кого-то будем отмечать, то давайте отметим людей, которые не находятся в данный момент времени на площадке. Они делают тоже очень много и всегда готовы помочь. Спасибо. Это был Либера, лучший Либера чемпионата Европы по волейболу Алексей Вербов. Мы еще раз все дружно его поздравляем с этой наградой и с этой победой. Очень хочется увидеть, конечно, на чемпионате мира весь этот состав Алексея, конечно, непременно на площадке. Мы возвращаемся к волейбольной теме буквально через минуту. Новость. Круглый волейбольный стол у нас сегодня в студии. Сегодня мы говорим о триумфе российских волейболистов на чемпионате Европы и на мужском, и на женском. Это особенно приятно, потому что мы привыкли все чаще говорить с гостями и с экспертами, почему не случилось, почему не срослось, где были какие-то допущенные просчеты, ошибки. К счастью, сегодня тот, видимо, достаточно, к сожалению, редкий момент, когда мы можем только хвалить и только благодарить и с оптимизмом смотреть в будущее. В гостях Александр Еременко, генсек Всероссийской Федерации волейбола и два спортивных эксперта и журналисты, коллеги Александр Аксенов, чемпионат Ком и ВГТРК Тарас Тимошенко. Телефон студии 65 10 99 6, код города 495, если вы хотите поучаствовать в нашей беседе. Сайт Финам.фм, программа на своем поле, можно оставлять свои комментарии, задавать вопросы, тем более, что ответы получите самые компетентные. Мы как-то все больше с вами, уважаемые гости, заостряли внимание на мужском чемпионате. Понятно, что он вот только-только с пылу жара только завершился, но тем не менее, наверное, и наши девушки заслуживают особого отдельного внимания, потому что действительно были хороши, потому что действительно было приятно за ними наблюдать и смотреть. Вот Тарас очень к месту упомянул Татьяну Кошелеву, мне кажется, это тот человек, тот игрок, на которого, мне кажется, сейчас стоит обратить чуть больше внимания, потому что та спортивная судьба, которая сейчас складывается у Татьяны, она, конечно, заслуживает отдельного уважения, вернуться после тяжелой травмы и вернуться вот так удачно и так успешно, это, конечно, большое дело. Александр, когда приглашал Юрия Николаевича Маричева в сборную Кошелеву, он был уверен в том, что Татьяна потянет, что называется? Ну, то, что касается здоровья, вы имеете в виду? Да, и здоровья, конечно, и физической формы. Такой уверенности, конечно, никто не может дать, но если, с точки зрения спортивной, если Кошелев в порядке, конечно, никто не сомневается ни в его желании играть, ни в ее работоспособности, ни в ее самоотдаче. Но я бы хотел отметить еще, что и у женской команды тоже надо отметить именно всю команду. Это как раз то изменение ключевое, которое мы увидели на чемпионате Европы. Есть звезды, безусловно, и они рождаются на наших глазах. Но самая главная звезда – это вот именно та команда, которая себя показала. Давайте вспомним пять или шесть блоков Юлии Морозовой в полуфинальном матче, как сыграли наши центральные. 18 блоков за игру в финале с немцами. Из них 10, по-моему, поставили первые темпы. Поэтому выделять кого-то особо можно. Но давайте посмотрим. Кошелева взяла на себя игру в трудный момент в полуфинальном матче, когда у Наташи, может быть, обмочаем чуть не пошла игравка. В финальном матче Наталья обмочаева показала блестящую атаку при четырех блоках, которые она поставила лично. И Татьяна, которая забила три важнейших, сложнейших мяча, которые передачи с глубины на три блока. И она уверена до пола поверх блока. В женском волейболе, мне кажется, значит, намного больше, чем в мужском. Поэтому я бы отметил команду в целом. А Татьяне, конечно, спасибо и поздравления с этой заслуженной победой. И дай бог без травм дальше, потому что это самое главное и важное. Ну вот скажите мне, пожалуйста, уважаемые мои гости, когда мы заговорили о женской команде в ее обновленном составе, все делали ставку, конечно, упомянуя, да, что это команда, на Наталью обмочаеву. Ее будущее, спортивность, я говорю, ой, да ну, это новая Гамова. Это новая Гамова? Ну, я бы не стал так заводиться. Она очень сильный игрок, но Катя в своих талантах и своих... Сейчас вот такая тавтология невольная. Она уникальный игрок в своей уникальности. Обмочаева просто игрок очень сильный, звезда в реалиях нынешнего женского волейбола. Но сказать, что Обмочаева это новая Екатерина Гамова, не знаю, как назвать кого-то вторым Майклом Джорданом. Нет, это святое, да, это нельзя. Но просто всегда знают, что если какая-то атака не идет одна, вторая, третья, нужно отдать Гамову, она решит проблему. Такое будет в новой команде с Наташей? Нет, но этого не будет уже никогда, потому что это, в принципе, вот как раз, если в этом можно найти какой-то плюс, то это несомненный плюс отсутствия и Гамовой, и Соколовой в команде, когда ты не можешь сказать себе, что Катя с Любой решат любую проблему. Это само по себе неизбежно приводит к формированию более осмысленной командной игры, более осмысленного коллектива. Но об этом уже, Саша, я не буду ходить по кругу. Волейбол-командная игра. Я хочу сказать, наверное, вот, может быть, ну, дать совет вам, журналистам, не делать такие сравнения. Я думаю, для любого игрока это очень обидно. Выражение второй уже не... Так я этого и не делал, Саша, я против. Я просто, да, для чемпиона выражение второй, какая бы фамилия после этого не звучала, не очень приятное сравнение. Я думаю, что Наталья Абмачаева это тот игрок, который свою карьеру построит и сделает в своей карьере те стандарты, будут сравнивать с ней. И давайте ей этого пожелаем. Да, с удовольствием, потому что команда действительно была хороша. Катя Гамова уникальна, и, конечно, и Наташа Абмачаева тоже уникальна. И в этом и есть как раз чемпионский подход к любому виду спорта. А вы планируете к вопросу, например, Агамова и Соколова и по завершении их карьеры все-таки привлекать уже их к работе, я не знаю, может быть, в качестве менеджеров сборной, может быть, помощников, я не знаю, в тренерском штабе какую-то роль им отводить? Понятно, что пока это еще далеко идущий план, но тем не менее. Вы знаете, это большей частью зависит от людей, от самих игроков, от их желания, конечно, отказаться от помощи людей с таким опытом и с таким знанием волейбола. А знанием волейбола, можно сказать, уже на генном уровне, потому что каждый человек большую часть своей жизни посвятил волейболу. Там, с 10 лет начиная занятия в спортшколе, и сейчас это практически вся жизнь в волейболе. Поэтому, если у них будет желание, они никогда от этой игры не оторвутся. — Возвращаемся в реалии нынешнего дня. Чемпионат Европы, помимо, конечно, массы положительных эмоций, помимо наград, помимо вот этих помедленных таких вот медалей, я не знаю, всего чего угодно, принес еще нам и путевки на чемпионат мира. Это то, чего мы, в общем, хотели... — Еще на Гранд Чемпионск, на котором раньше никогда мужчины не играли вообще. — Первая в российской истории. — Чего ждем от следующих турниров? Не мне вам рассказывать. После победы, после эйфории, как мне кажется, достаточно часто наступает спад. — Ну, все-таки у мужчин даже в большей степени, наверное, нам этого ждать не стоит. Было бы странно, потому что, в принципе, мы ждем и рассчитываем, что через год, наверное, можем стать только сильнее. Правда, Саша, да? С учетом того, что у нас, может быть, здоровый родичев появится в сборной, может быть, здоровый их тей. Ну, по крайней мере, такие игроки, которые... — На ремонте. — Да, на ремонте. Могли бы, как минимум, сборной теоретически пригодиться, да. Может быть, Волков, опять же, мы не забываем о том, что бесконечно долго растет его новый хрящ и все никак не вырастет. — Михайлов восстановится. — Ну, опять же, да, Михайлов. Ну, про Ахтея сказал. Ну, как минимум, четыре игрока, которых можно говорить, что они могли бы усилить национальную сборную. Поэтому там ждать в этой ситуации спада, ждать в этой ситуации, что сборная через сезон станет слабее, было бы как-то странно. — А потом наш волейбол, как мне кажется, он на протяжении всех последних 20 лет, он в таком состоянии живет, когда всегда от него ждут и требуют самых высоких достижений. И выигрываем мы или не выигрываем, мне кажется, это не меняется. В любом случае, все всегда хотят именно этого. — Ну, у меня, да, я согласен с этим, но у меня есть такое впечатление сейчас, что у нас поселился такой хороший добрый вирус. Смотришь, когда на игроков, видно, что им уже на вторую ступеньку не хочется. И на третью получить медаль какого-то другого цвета они уже не хотят. Поэтому уставшие они будут или нет, мне кажется, они будут бороться именно за самые высокие награды. — Это, кстати, чувство по поведению игроков, Александр Михайлович об этом говорил, по поведению игроков по ходу матчей. Ты понимаешь, что чуть иначе как-то команда себя чувствует во время игр? — Они могут устать, их можно обыграть, их можно переиграть, передавить мощью, но они не сдадутся. — Вот вы, уважаемые коллеги, сказали про тех игроков, да, про того же Хтея и Михайлова, которые возвращаются с Волковым, возможно. Но прочитала я накануне интервью Владимира Кондора, который говорит, что у нас еще есть очень много молодых игроков, резервов, которых, в общем, привлекать и привлекать, и есть у них все шансы и перспективы. Как вы считаете, будет ли этим молодым парням и девушкам, соответственно, место в сборной или пока вот состав сформирован и больше туда никого не зовут? — Насколько я помню, вообще, люди, игроки, которые вот сходу перешли, скажем, из молодежного волейбола в национальную команду, их, наверное, можно так, в общем, перечислять по пальцам руки. Но это Тетюхин, это Казаков, можно кого-то еще назвать. — Михайлов, Михайлов, за год буквально карьеру. — Фамилина, да. То есть таких людей очень немного. Это действительно сам настоящий человек. — Олег Верн, ну да, человек пять шесть. — Человек пять шесть. — И можно сказать о том, что в этом сезоне, помимо того, что мы выиграли два чемпионата Европы, мужской и женской, у нас есть такие серьезные достижения в молодежном мужском волейболе, чемпионат Европы, да, и чемпионат мира до 19 лет, чемпионат Европы и до 21-го чемпионат мира. И там есть игроки, которые обращают на себя внимание, тот же Полетаев, тот же Димаков из Казани, там, по-моему, еще несколько ребят, из Панков. — Ковалев, опять же. — Ковалев из поколения чуть пораньше, да, из предыдущего поколения молодежи. — Я хочу сказать, конечно, зависит все от самих ребят, они будут расти, и место всегда будет. Вот посмотрите, что случилось после Олимпиады, да, была команда, которая в среднем возрасте был 26 лет. — Ей не нужны были никакие замены, Полу Кихин. — Считай, что до 16-го года у тебя есть команда. Ну, надо найти одного человека на место Тютюхина, что практически невозможно, тогда давайте искать двух. Вот, теперь, что за год случилось? Полностью обновленный состав. И еще была по дороге выиграна универсиада в Казани. — Ну, это очень отдельный турнир, как мне кажется. — Ну, это очень отдельный, но там были некоторые игроки, которым было место в сборной. — Но финал универсиада совпадал с финалом мировой лиги. — Да. — Поэтому мы имели две команды. Мы не играли первой сборной два турнира. — Это тоже показатель того, что место найдется, и у нас есть и игроки, и есть для них место. Поэтому у нас, я думаю, сейчас хорошая ситуация, есть достаточно система, и есть чемпионат очень высокого уровня. Есть клубы, которые работают и амбициозно работают, и хотят выиграть титулы. И это как раз дает нам возможность воспитывать игроков, в том числе молодых. — А вы согласны с формулировкой того же Кондра, который заговорил о том, что, наконец-то, вот российский волейбол воспрял, раньше его как такового не было, был провал, и вот, наконец, мы смогли, мы выиграли, мы и там, и там. Мне кажется, что, в общем, она достаточно спорная, потому что у нас был волейбол и был на неплохом уровне, просто сейчас мы сделали качественный шаг вперед. Вот в постановке вопроса о том, что был провал. — Ну, что-то Владимир Григорьевич забыл о том, что мы победителями Кубка мира были в 99-м году, мировую лигу выигрывали, играли в финале на Олимпийских играх. Да, просто где-то не хватало какого-то последнего шага потом, этого последнего шага не хватало в том числе и потому, что в волейболе была другая мировая доминанта у мужчин, это бразильцы. Сейчас мы там, а они сзади где-то за нами. — Где там сборная Бразилии вместе со сборной Германии? — Кризис, конечно, был, и он начался, это не сейчас, в 2000-е годы, вспомним, когда после развала Советского Союза... — Если совсем раньше говорить, да, если говорить... — Я смотрел недавно документы Федерации, в 96-м году было выдано 176 трансферов, 176 игроков из россиян уехали играть за границу. Что такое 176 игроков? Это весь чемпионат. — Ну, в общем, да. — Умножьте 6 игроков, которые играют на площадке главных, на 12, вы получите 12 команд. То есть весь чемпионат уехал за границу. Поэтому через какое-то время, естественно, мы столкнулись с нехваткой игроков, которые готовы были бы играть финалы, выигрывать финалы. Потому что нет конкуренции в чемпионате, есть одна команда, как она была в Белогорье, которая доминировала, и... — Максимум две, да. — Да. Они не готовы были к такому сопротивлению, к борьбе равных соперников, где можно выиграть, можно проиграть. Ну, на мой взгляд, какой-то кризис был, не то что там провал. Вот. Было также неадекватное отношение, мне кажется, со стороны общественности, да, к волейболу, что он должен обязательно выигрывать. Вот эти все слова, начиная с 2002 года и далее, что наша команда едет только за золотом, что мы должны выиграть, что с такой командой любой дурак бы выиграл, а Гаич проиграл. Мне кажется, это неадекватно была оценка наших отношений сил. — Ну, теперь бы хватило нам силы того победного запала до Олимпийских игр до Реуду 2016-го. — Новости. — За хорошие беседы и время пролетает совершенно незаметно. 11.49 уже в Москве. Собственно, у нас сегодня и тем хорошие, и гости замечательные. Говорим о триумфе российских волейболистов на чемпионате мира мужскому и женском. Говорим с Александром Еременком, генсеком Всероссийской Федерации, с двумя коллегами, Тарасом Тимошенко и с Александром Аксеновым. Вот уже не помню, да, кому принадлежит авторство этих слов, о том, что чемпионат у нас раньше был не такой интенсивный, не такой интересный, и лидеров-то было не очень много. — Команда, которая претендует на награды теперь нынешний чемпионат. А, Александр Еременко, Тарас показывает, это его были слова. Давайте поговорим о том, чего нам ждать от нынешнего чемпионата, от российского. Я думаю, что он тоже будет и весьма зрелищным, и весьма эмоциональным. Саша, с вас начнем. Чего вы ожидаете от нынешнего розыгрыша? — Ну, как минимум, ожидаю того, что будущий клубный сезон будет интереснее, чем предыдущий. И, в общем, я думаю, что вот прошлые годы они могут только такой настрой создавать. В чемпионате России, в мужском, в большей степени, безусловно, есть и масса звездных игроков, есть серьезная конкуренция между командами. То есть, в принципе, нет какого-то одного клуба, о котором можно было говорить, как о ярком фаворите. У нас есть 6-7 команд, которые могут биться за пьедестал. И в этих командах играют очень хорошие волейболисты. Я думаю, что это как раз то, что создает, в общем, наш чемпионат, наше первенство. — Делаем ставки, господа. За кого будете болеть? Кому чемпионские титулы в этом году отдаете? Мужском и женском? — Ну, думаю, что если говорить о женском чемпионате, то здесь, наверное, чуть так все яснее, потому что есть три «Динамо». Казанская, Московская, Краснодарская. Вот кто будет навязывать конкуренцию? Уралочка, безусловно, который продолжает работать, знаменитый тренер Николай Карполь. Вот если говорить о мужском, я постерег себе, честно говоря. — Александр, чего ждете вы от чемпионата и тоже ваше предположение относительно чемпионских амбиций? — Ну, чемпионат должен получиться. И прежде всего я скажу о мужском чемпионате. Мне в нем очень нравится то, что у нас нет так называемой базовой команды. То есть у нас в сборной представлены игроки из очень разных команд. А это означает, что каждый из них, положив свою золотую медаль на полку, должен завтра выйти и доказывать, что он сильнее того человека, фамилию которого не знают еще журналисты. И это как раз и есть суть спорта. Мы говорим, игроки устали, они наелись, им надо отдохнуть. Мне кажется, что любой спортсмен в любом виде спорта, в том числе и волейболисты, они будут позволять здоровью, будут выходить и пытаться выигрывать дальше и дальше. Наш чемпионат это позволяет. К тому же Гранкину надо будет доказывать каждый день, что он чемпион и так далее по списку. И это позволяет растить новых спортсменов с амбициями, получать новые фамилии и, соответственно, держать уровень именно спортивную составляющую чемпионата на очень высоком уровне. Поэтому это вот меня очень радует. В женском чемпионате примерно такая же ситуация сейчас образовалась, потому что мы видим и молодых кандидатов в сборную. И Юрий Маричев просмотрел большое количество спортсменок, потому что у него тоже были кадровые проблемы, изменения и так далее. И все эти спортсменки, они кандидаты в сборную. И есть еще кто-то, кто хочет записаться на их место. Поэтому наши чемпионаты, мужской и женский, это позволяет. Вот это вот самое главное с точки зрения Всероссийской Федерации волейбола. Я тут недавно разговаривала с ребятами из Новосибирского локомотива. Говорю, ну как, у вас ощущения, Кубок России, в общем, турнир такой предваряющий. Они говорят, да вы что, мы так ждем, когда приедет Воронков. Как бы то ни было, он привезет медаль чемпионата Европы. Мы хотим, нам нужно, мы тоже хотим в сборную. Такой вот прям творческий подъем от людей, которые это говорят. Приятно слышать оптимизм. Очень многих наших спортсменов, ну часто, допустим, и волейболистов, и баскетболистов, к сожалению, обвиняют. Вот у них нет какого-то огня в глазах, они выходят, они не играют, у них это не получается, они могут, но не хотят. Когда человек хочет, это совершенно другое калинкор, что называется. Это приятно слышать. Воронков еще, кстати, во время, после окончания финала чемпионата Европы, уже в Миг-зоне, буквально там через полчаса после окончания матча, говорил, что сейчас во время награждения неожиданно поймал себя на мысли, что начинаю думать о клубе. Вспомнил, что у него есть. Ну что, все же, пора переключаться. Я хочу насчет огня в глазах сказать. Когда человек хочет, это очень хорошо, но ему для этого надо иметь внутреннее ощущение, что он может. Иначе никакой огонь в глазах у тебя не загорится. Нет, без всякого сомнения. Если ты проделал огромную работу, и ты готов, и оружие у тебя в порядке, и силы есть, и ты в себе уверен, вот тогда нужен огонь в глазах, чтобы сделать еще последний рывок и выиграть финал. Но для этого нужно проделать огромную работу и получить все эти технические данные. Потому что просто загореться, объявить премии, значит, дать адреналин, сказать, ух, вперед, ребята, за нами Россия, давай. А недостаточно. Нет, ну тех же Баскетов обвиняли во время Олимпиады, что они вышли, а глаза не горели, и только там бедный несчастный Фридзон за всех отдувался. Ну вот, видимо, это тот случай, когда они могли, но не хотели. У них вокруг все горело, поэтому там уже в глаза никто не заглядывал. Тарас, чего ждете вы от нынешнего чемпионата? Ну, в общем, у мужчин-то, по большому счету, все на месте, за исключением Урала, да, и там мало что меняется в этом отношении. Опять же, Саша досказал интересную мысль про игроков, фамилии которых еще не знают ни журналисты, ни, может быть, сами их конкуренты в составе. Там есть молодой человек центральный в Белгороде, очень здорово сыграл. Мне фамилию его Шипулин говорил, я уже сам забыл, честно говоря. Говорят, что может быть находка в этом отношении тоже. Ну и вообще-то, в целом, с учетом приезда Травиц, Белгород, конечно, сбалансирован лучше всего, но команде играет на два фронта. Там очень сильно зазарачивали в Лиге чемпионов, поэтому как там сложится, кто знает. А у девочек, ну, я так, интереса ради, не то чтобы я ставлю прямо на Уралочку, я бы с большим интересом сейчас за Уралочкой в этом сезоне посмотрел бы, с учетом того, что, может быть, несколько неожиданно для самих себя мы опять выяснили, что в этой команде есть несколько ключевых игроков национальной сборной. Вот. И поэтому вот на эту команду в ситуации, когда в ней есть несколько ключевых игроков национальной сборной, как-то по-новому интересно смотреть. Поэтому, ну, пусть Уралочка выиграет чемпионат. Вряд ли, конечно, если выиграет, я буду только счастлив. Ну, нужно поставить букмекерской конторой такие ставки. Ну, собственно, одно можно сказать, что наверняка мы ждем достаточно интересной, яркой и конкурентной борьбы. Это тот случай, когда будет интересно смотреть, ну, практически любой матч. Знаете, как говорят в футболе, есть там центральный тур. Понятное дело, что есть центральный тур этого матча. Но если много хороших команд, и ни одна, и ни две, то можно посмотреть и там, и там, и в Москве сходить, но там Московская Динамо, и в Казани. Там, мне кажется, культ волейбола уже, собственно, когда ты приезжаешь в Казань, ты понимаешь, что непонятно, куда разорваться, на футбол или пойти посмотреть на волейбол. Это тот счастливый случай, когда в городе все в порядке с игровыми видами спорта. А потом у нас сохраняется плей-офф в чемпионатах, и это означает, что, в принципе, хоть регулярные сезоны важны, и выступление на два фронта может где-то не позволить нам брать максимальное количество очков, но в плей-оффе все это можно выровнять, и это те игры стыковые, которые покажут действительно реальное соотношение сил именно за весь сезон, кто как работал, кто чего смог достичь вот именно в этих пиковых матчах в плей-оффе. — Вопрос, кстати, еще о тренерах, о Воронкове, о Маричеве, им, в общем-то, собственно, тоже теперь нужно переключаться и тоже работать с клубами, и попутно смотреть за теми молодыми. — Особенно весело переключаться Маричеву. — Да, женского на волейбол, на мужской. — Слушайте, ну это действительно достаточно уникальный, как мне кажется, наставник, который сумел не только возглавить, но и возглавить в непростой ситуации, да, и еще и выпить. — У мужской сборной Бразилии по волейболу такой тренер, который с женщинами работает в клубный сезон. — В Бразилии такая ситуация, что это там, в общем-то, на протяжении многих лет практикуются, вот. У нас тоже в профессиональной команде произошло, и видим, что все неплохо. — Ну дай бог. Хотя, когда ты смотришь, как себя ведут бразильцы и бразильские тренеры, такое ощущение. Я вот наблюдала за ними на гран-при по пляжному волейболу, когда они приехали туда просто целой делегацией. Мне кажется, зрителей на трибунах было гораздо меньше, чем представителей тренерского штаба, ну, правда, Бразильской Федерации пляжного волейбола. Но у них это вид спорта номер один. Дай бог, что мы когда-нибудь до такого доживем. Не знаю, доживем ли, когда у нас будет волейбол собирать такие же трибуны. — Сменяем климаты, наверное, если вы имеете пляжный волейбол. — Нет-нет, я имею в виду классический, конечно. Хотя и пляжный тоже не мешало бы. — Ну как, зачем-то же в Белгороде, допустим, там Геннадий Яковлевич Шипулин задумал строительство 12-тысячного зала. Страшно подумать. В общем, в весьма небольшом городе с населением там максимум полмиллиона, да. Ну, значит, считает, что возможно куда-то двигаться в этом направлении. В сторону заполняемости 12-тысячных залов в относительно небольших городах. — Ну, ввиду того, что родилась я в городе соседнем с Белгородом, то ездили мы как раз смотреть именно туда. И если ты не договаривался с кем-то заранее, то билеты нельзя было купить на Белогорье. Можно было с кем-то там договориться и где-то там посмотреть. — А, ну, Космос 5, а здесь 12, как говорят, две большие разницы. — Да, теперь можно прийти. — Знаете, есть проблема, что залов не хватает, потому что люди-то в провинции у нас ходят. Москва, конечно, она особый город, здесь трудно привлечь зрителей, потому что перекормлено и спортивными событиями в том числе. А в регионах заполняются залы. Двухтысячные, два с половиной тысячи. Средний показатель очень хороший. — Санкт-Петербург указали, да, на три с половиной тысячи почти полом всегда в общем чемпионате России. — Я думаю, что мы будем собирать зрителей, нам телевидение нужно привлекать. — Да. — Ну, это к Тарасу. Вот у нас человек, который за это в нашей компании отвечает. — Теперь подпишусь. — Подпишусь, да. Я вас всех, уважаемые друзья, еще раз благодарю, еще раз поздравляю, потому что искренне считаю, что это наша общая победа, потому как, сидя перед экранами телевизоров и непосредственно на трибунах, мы болели не меньше и переживали. Еще раз, конечно, поздравляю наших мужчин и женщин с победой. Надеюсь, что таких радостных поводов для встречи, для обсуждения у нас будет еще не один. Спасибо. Александр Юрьевенко, Александр Аксенов и Тарас Тимошенко были у нас сегодня в гостях. По-прежнему болеем за нашим, но остаемся здоровыми. Счастливо. — До свидания. — До свидания. — До свидания.